Десять военно-спортивных и военно-патриотических клубов Нинецкого округа соревновались между собой в силовых и интеллектуальных испытаниях. В этом году военно-спортивную игру «Салют» приурочили сразу к трем событиям – Году экологии, Дню округа и Дню нефтяника. На каждом этапе будут штрафные баллы. Если вы даже пробежите всех быстрее, но у вас будет огромное количество штрафных баллов, вы не займете первое место. Перед стартом организаторы проводят инструктаж, объясняют капитанам команд особенности маршрута. На протяжении всей трассы, а это без малого 5 километров, участникам предстоит выполнить различные задания – на выносливость, сплоченность команды и эрудированность. Но интеллектуальные испытания впереди, до них еще надо добежать. На старт команды выходят друг за другом. На каждом пункте их встречают организаторы и фиксируют время. Пока одни еще только готовятся к старту, другие уже на полпути к следующему препятствию – так называемой мышеловке. После пробежки проползти по пластунски, по сырой земле – задача не из легких. Сложность испытания добавляют натянутые ленты. Одно касание – и команда получит штрафные 10 секунд. Как ощущения у вас от игры? Положительное. Просто тяжело. Тяжело. Ну давайте, удачи вам. Спасибо. Мышеловка пройдена. Впереди новые испытания. Стена высотой почти 2,5 метра. Судья Александр Потупин охотно соглашается показать нам, как нужно брать высоту. Главное здесь – динамика разгона. Впрочем, преодолеть барьер можно и другим способом. Подсадить. Поднять. Я подсадить, конечно, не буду, но команда должна сама догадаться. Обойти? Нет. А вот и участники. Уставшие, но не сломленные духом. Ребята помогают друг другу забраться на вершину стены. Сплоченность команды здесь играет немаловажную роль. Если хоть один игрок не преодолеет препятствия, этап будет считаться невыполненным. Те участники, которые показали сегодня не самые лучшие результаты физической подготовки, могли обойти своих соперников в интеллектуальном задании, ответив на вопросы, связанные с нефтегазовой отраслью. Традиционно у нас победители первое, второе, третье место. Но также будут участники награждены дипломами за участие. И у нас в этом году в честь Дня нефтяника, нефтяники нам дают три приза. Это за общие соревнования. У нас будет также еще перетягивание канатов незачетно, то есть помимо марш-проска, и интеллектуальный конкурс. Самой интеллектуальной командой стал клуб «Патриот». В перетягивании каната лучший результат показали студенты социально-гуманитарного колледжа в команде «Медведи Арктики». Они же заняли первое место в прохождении марш-броска. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».